Шуватов, а готова, хорошей недели У нас 125-й урок по Мишле И мы находимся в 15-й главе Предложение номер 13 Шлом Амела говорит Сердце радостное, делает лицо веселым Но при горести сердца унылое настроение Я сразу прочитаю следующее предложение по-русски Потом будем разбирать Сердце разумного ищет знания Сердце разумного ищет знания У стажа глупых питаются глупостью Несколько сдвоенный лошон такой Но перевод более-менее точный Теперь на иврите Лев самех, етив по ним Радостное сердце, веселое сердце Оно улучшает лицо Бацват лев, рох на хаха А когда сердце грустное То дух становится Он тоже становится грустным Но унылое настроение Перевели по-русски Наверное, это не такой плохой перевод Художественный Теперь попытаемся разобраться Что говорит Шлом Амела Мальбин объясняет Что сим хазгалев в отцвно И ебы кам афаним Что радость сердца и груст сердца Она может выражаться несколькими возможностями Помидабер бэлев самех Здесь мы говорим про радостное сердце В радости по вопросу, связанной с миром То есть Сказано в другом месте Что сердце мое радуется всему моему труду Который человек трудится И эта речь идет о том человеке Который не грустит по поводу своих грехов И по поводу своих хессаронов Своих изъянов И у него есть некий шалом Некоторый шлемут Некоторая целостность в его душе Потому что его сердце радуется успехом И тогда на лице его отражается Вот это вот добро, это удовольствие Потому что радость сердца Она видна на лице На паним Слово паним на иврите Переводится по-русски как лицо На иврите это слово Происходит от слова пним Пним это внутренность То есть внутренность человека Можно прочитать по его лицу И настроения, его ощущения сердца Они видны на лице человека Это то, что он говорит Но при этом Душа человека, его рог Он не будет Не обязательно будет соответствовать Тому, что видно на лице Потому что рог Сейчас, секундочку Потому что иногда бывает Что сердце человеческое радуется Сейчас я потерял одну секундочку Потому что рог Он включает в себя Все духовные силы внутренние И в том числе Рог хохма Рог мудрости Бины Это два вида мудрости Рог дат И рог и рада шем И также боязни Всевышнего И иногда сердце радуется А человеческая душа Она наоборот находится В состоянии переживаний Поскольку Человек занимается Удовольствием этого мира И у него радость Просто обалденная Он поел Попил Немножечко коньячка принял Совсем все хорошо Лицо выражает Полное блаженство И при этом Душа человека Может страдать И может переживать Поскольку Его мудрость И рада шем Боязни Всевышнего Понимает Что все не так хорошо Как кажется На лице этого человека И кажется В сердце этого человека Я сейчас Пока говорил Это вспомнил Даже не могу вспомнить Сколько мне было лет Когда я видел этот фильм Руслан и Людмила Был в России Такой Очень старый фильм Где Был такой персонаж Который был такой Толстенький Толстенький дяденька Который сидел На природе Пил водку Вино наверное Чего-то ел И пел Блажен кто на свободе С ковшом вина в руке Не думает о деле В укромном уголке Вот интересно Что где-то в глубине Тайников памяти Это чушь осталось Так вот У него была Абсолютно блаженная Физиономия Радость на лице Была полной Совершенно И сердце его явно Было в полном Соответствии С выражением лица Но при этом Человек который Блажен на природе С ковшом вина в руке И не думает о деле В укромном уголке Несмотря на то Что сердцу хорошо И лицу тоже хорошо Но душа человека Его разум Разумная душа Которая понимает В общем где-то так Что человек создан Не только для того Чтобы поспать и пожрать То душа этого человека Может страдать По поводу того Как он проводит свое время Поэтому Говорит Шлома Мэлах Что при радостном Сердце И хорошем выражении лица Дух человека Может не соответствовать Душа Рох Может не соответствовать Этому состоянию Но Когда сердце Находится в печали То Дух тоже Всегда находится В плохом состоянии Посредством того Что У человека Появляется В душе И в В нефише В рохе Появляется Желание Подняться повыше И это лучше Чем Хорошее выражение лица Таким образом Получается Что Лицо человека Начинает меняться В тот момент Когда изначально Все было хорошо Сердце И Лицо Чувствовали себя Изумительно Говорит Мальбин Но при этом Душа понимала Что он занимается Не совсем тем Что им надо заниматься Поэтому Возникает Желание Уроха Возвыситься Подняться Немножечко выше Над материальным миром И тогда Это приводит Ко второму Шлаву Ко второму Эпизоду Второму уровню Когда сердце Начинает чувствовать Переживание И стремиться Изменить Своё состояние Окей Давайте посмотрим Сразу же Гаона На это предложение А потом займёмся Следующим Хотя эти два Предложения связаны И Гаон Учит не совсем Так как Мальбин Или совсем Не так как Мальбин Попытаемся Сейчас разобраться Лев Самеев Говорит Гаон Мивильно Так Что о чём Гаон Гаон Мивильно Гаон Мивильно Пасук Пасук говорит О человеке Сердце Которое радуется Своему труду И тогда Лицо его Становится Весёлым и жизнерадостным Но Когда сердце Находится В печали И Дух человека Тоже становится Его руах Тоже становится печальным Потому что Желание Стремление человека К митцве Сделать её Или какие-то Подобные вещи Она приходит Со стороны руаха Который находится Над ним Я просто не знаю Как перевести Слово руах На русский язык Это одна из пяти Частей Души человека Которая находится Это вторая Снизу Часть человека Которая уже Не совсем Животная душа Она немножко отделена От тела И она больше Занимается Стремлением К изучению Тора И к митцве В отличие от Нефиш Которая более Низкая часть души Которая руководится Этим рохом И она уже Её волнует Не только Тора и митцве Но её волнует Её волнует В частности Любые материальные Благо Поскольку Она очень сильно Соединена С телом Так вот Я уже объяснял Говорит Гаон Раньше В первом Перике Что означает Вот это Желание Человека Стремление Человека К заповедям И к Торе Которая вырастает Из того Роха Который Всевышний Поместил в человека И этот Рох Его задача Это духовное Питание Человека Это Тора И это заповеди Но Человек У которого Сердце Находится В печали То Его Рох Тоже находится В таком Опущенном Состоянии Приниженном Состоянии Что такое Перуш Что имеется Ввиду Что Что такое Слово Наха Которое Здесь написано Относительно Роха Которое Как он перевёл В печальном Настроении По-моему Унылое настроение Перевёл Переводчик На русский язык Что такое Упадок духа Что это значит Объясняет Гаон Что Слово Наха Которое перевели Здесь у нас Как унылое настроение Объяснение Этого слова Это Швура То есть Он разбит Разбивание Ломание Ломка Вы Навшо И А Нехэ Инвалид Да От слова Инвалидность Действительно Перуш Имеется ввиду Разбивание Ломание Шевер Имеется ввиду Что Навшо Человека Что человек Доходит До такого Состояния Что ему Его душа Совсем Разломана Разбита И не хочет Делать Ничего Ему Все противно Есть такое Предложение В Бумидбар Он приводит Бумидбар Кафали В Гэй Что там Гаон Объясняет Этот пасук Кацару Кец Это Законченность Все полностью Все противно Все невозможно Все закончено И человек В этом состоянии Ничего не делает Наверное То что в современном Психиатрии Психологии Называется Дикаон Как это сказать Депрессия Что-то такое И так же В Торе Есть четыре уровня Пшатрэмис Дражсот Четыре уровня Которые мы много раз Обсуждали Простой смысл Намек Драж Толкование И тайный смысл В каждом из них Есть в Торе Паним Есть в Торе Лицо Каждого из них И каждое лицо Это самостоятельное Лицо Самостоятельное Восприятие Торы И об этом мы говорили Паним Эймотломикре Паним Шахкотла Шас Что существует Паним Для Хумаша Паним Лицо Для Геморы Паним Для Своры Для Агады И Паним Отдельные Паним Паним Бе Паним Паним Внутри Лицо Внутри лица Внутренности Паним Ба Паним Дибарэ Гошем Махем Лицом к лицу Разговаривал с вами Всевышний И это все Показывает Что у каждого Из Паним Шель Тора У каждого Из лиц Торы Есть отдельный Север Паним Есть отдельное Изображение Отдельное Восприятие Торы И это то В чем сказано Лев Самех И Тиф Паним Что радостное сердце Оно улучшит Восприятие Улучшит Вот эти Паним Торы А когда сердце Грустное То дух Становится инвалидом Мне подсказали слово Как сказано Рухи Ашар Алейха Дух который на тебе То есть Имеется ввиду Что человек Который находится В состоянии Радостного сердца Ему намного легче Воспринимать Гемору Воспринимать Тора Воспринимать Митсвот Человек же Который находится В состоянии Грусти Горищи Инвалидности Этот человек Не может Не только Воспринимать Не только Ему не только Плохо физически Но его Душевное состояние Оно разломанное И он не может Нормально соблюдать Митсвот И нормально Не может Учить Тору Вот Целью Для того Для того Совершенно Так правильнее Сказать Он Оно говорит Сердце Радостное Делает Лицо Веселым Но при Гористи Сердце Унылое Настроение Следующая Посудка Сердце Разумнего Ищет Знания У стажа Глупых Питается Глупости Соответственно Мальбим И Гагро Немножко Продолжают Предыдущее Предложение Немножко Пойдут По разным Путям Как мы Сейчас Увидим Говорит Мальбим Что такое Лев Навон Иваке Я хотел На иврите Прочитать Говорит Шлома Мелах Лех Навон Иваке Ждаат Уп Нейксилем Ир Э Ивелет То есть То что мы Только что Сказали Объясняет Мальбим Что такое Лев Навон Иваке Ждаат Я уже Объяснил Что Навон Кто такой Человек Который Называет Навон Мудрый Человек Наверное Надо перевести По русски Но что это Значит Это человек Который Понимает Довар Меток Довар Бина Это вид Мудрости Хохма Это вид Мудрости Когда человек Получает Информацию Сверху И принимает Его Ученик От учителя Мы от Всевышнего И так далее Это информация Частью информации Которую он получил Вывести Какие-то Другие вещи Грубо говоря Это вывод Какой-то Из какого-то Постулата Вывод Какой-то Теоремы Если это Сравнивать С математикой Но если сравнивать С Торой То уподобить Одну вещь Другой И вывести Новые законы Из законов Которые даны Маширобейна На горе Синай По поводу Строительства Храма Мишкана В шаббат Запрещение И так далее Вывести Можно ли пользоваться Электричеством Шаббат Сегодня Это атрибут Который называется Атрибут Бина Атрибут Бина Всевышнего Это то же самое Только по отношению К Творцу И так Навон Это человек Который выводит Понимает Одну вещь Из другой вещи И посредством Этого Он приходит К понятию Даата Что такое Даат Что Хокей Хохма Законы мудрости Которые даны Человек начинает Понимать И знает их На уровне Которые называются Даат Я много раз говорил Что даат Это хибур Даат Всегда Состояние Соединения Воеда Адам Этхава И познал Адам Свою жену Хаву Соединение Когда становится Единым целым Это даат Посредством Бины Посредством Того Человек Может вывести Из полученной Информации Новую информацию Она постепенно Эта информация Доходит До состояния Даата Когда она Становится Частью Человека И он не может Жить в отрыве От этой информации То есть даат Это то Как влияет Его знание На все его поведение И это написано Бесифтей Навон Тимца Хохма В словах Мудреца Ты увидишь Найдешь Хохму Но Лоиси Гадад Бекаль Даат Невозможно Достигнуть Ее легко А только После Бакаши После просьб Иидбанануд Гарав И многих Многих Раздумий И сердце Которое Является Той силой Которое Властвует Над человеком Когда она Хочет Легангик Когда он Хочет Направить Человека По дороге Мудрости То Оно Просит Дата И Таамим И Садот Для того Чтобы вещь Вошла В атрибут Понимания Дата То недостаточно Узнать По кицеру Шельхоноруху Например По Кратким Сводам Законов Как нужно Себя вести Но для этого Необходимо Знать Таам Смысл И тайны Заповеди Тайны Галахи Объяснения Которое Уже связано С пониманием Того Чего Хочет Всевышний Только в этом случае Человек может Желание Творца Ввести В состояние Я Йодея Я знаю Это то Что говорит Мальвим Но Ксиль Глупец Человек Который Не Оставляет Мудрость Из-за своей Глупости Что ксиль Он не Авиль Как мы говорили Есть два вида Глупости Есть глупость Когда человек Начинает На каждые вещи Связанные С Торой Задавать Какие-то Кушьет А есть человек Который В принципе Согласен С Торой Единственное Что ему мешает Ему мешает Таева Гаева Хемда Какие-то Виды Яцерворы Он в принципе Совсем не против Мецеот Он двумя руками За Но вот сейчас Ему хочется Этого мороженого И он не может Устоять Против такого Соблазна Который ему Дается в мире Понятно Что мороженое Далеко не самый Большой соблазн Который есть в мире Но Из-за своих Таавод Своего сердца Он Не оставляет У него Чтобы ему было Легче Нарушать заповеди Он придумывает Различный свекот То есть Различные сомнения Поскольку Если никаких сомнений Нету И он точно знает Что этого делать нельзя То он не сможет Нарушить Тору Но поскольку Ему сейчас Нельзя Но очень хочется То нельзя Но очень хочется Должно перерасти В расряд Тогда все равно Можно Но чтобы это Произошло Уксилия Это происходит В связи с тем Что он объясняет Доходит Объяснение Почему на самом деле Не это Мило ввиду Тора Не это запрещено Не в этом дело А вот И начинается Свекот Сомнение А может быть Я не так понял И так далее И в результате Становится можно Имеется ввиду Что он трудится Старается Вкалывая Для того Чтобы найти Какие-то вещи Которые против Хохмы И против мудрости Тора С помощью философии И других вещей И не так Это Ивэль И не так Ксиль Что ксилут Это человек Который обманывает Сам себя Не обманывает Себя Но только Ксиль Он находит Ивлут Ивлут Иксиль Это двоеводие глупости Что несмотря на то Что его сердце Не настолько плохое Чтобы стать Ивэлем Чтобы стать таким мерзавцем Тем не менее Его лицо Начинает выражать Вот это вот Состояние Лица Я не знаю Состояние Когда он хочет сделать Короче говоря Внешнее Внешнее проявление Его становится Как глупца Который хочет Нарушать законы Тора Несмотря на то Что внутри сердца Это еще не совсем так То есть Его физиономия Лицо Она На нем нарисованы Его кавана Его желания И это А? Его намерение Его каванот И после того Как он Направляет свое лицо В сторону Таавод В сторону Исполнения своих желаний Поэтому Лицо становится Немножечко плохим И Это все равно Что на него надета Какая-то Маска Масве Какая-то Какая-то Ширма Паранжа И он находит Вот эту глупость Которая находится Перед его лицом Она начинает Отражаться На его лице И Это то Что происходит В тот момент Когда человек Начинает Искать Какие-нибудь Возможности Нарушить заповеди Торы То утверждает Шлома Амеллах Что это Начинает Отражаться На его лице Как говорится В пасуке Сердце разумного Ищет знания Уста же глупых Питаются Глупостью И соответственно В это время На его лице Отображается Эта глупость Которую он ищет Для того, чтобы Для того, чтобы Нарушить Тора Потому что у него Так срабатывает Тайва Это Майаллах Это путь По которому Идет Марья Гаон Пишет на это Предложение Всего три строчки Он пишет Что сердце Навона Оно ищет Дата Потому что Человек Сердце которого Оно Мудрое Оно Изначально Пытается Понять Что хочет От него Всевышний Он ищет Дополнительных Знаний Для того, чтобы Их достигнуть И он Видит Способ Этого достижения Но Слова Глупцов Они показывают Их глупость Потому что Глупцы Этого недостаточно То, что в сердце Они Постоянно Находится Какая-то глупость Но Он не может Сдерживать ее внутри И начинает Высказывать ее Словами Которая Все время Находится То, что У него В сердце То у него Тут же на языке И поскольку Он ищет Какую-то глупость Он ищет Какие-то Свойства Для того, чтобы Оправдать себя То получается Что сердце Постоянно Говорит Какие-то Слова Глупости Глупость Это естественно В данном случае Как объясняет Гаон Это не Хохма Тора А философия И другие вещи Которые он пытается Найти для того Чтобы оправдать себя Недостаточно ему Того, что Внутри своего сердца Он уже Искривил свое сердце Он не в состоянии Это оставить Только внутри И постоянно Выводит наружу Раньше Мы с вами учили Что человек Который ксиль Он не только Постоянно Выводит наружу Но Ему недостаточно Того, что он сам Совершает Аверот И сам говорит глупости Он не может Стоять на месте Он должен постараться Привести к своему состоянию Окружающую среду Окружающих евреев Почему? Потому что Человек, который ксиль Ему обидно Что он делает Аверу А другой делает Митсу И состояние ревности Которое возникает В этот момент Что кто-то Делает Митсу А я Аверу Заставляет его Постараться Привлечь другого На свою сторону Поэтому это состояние Не может не находиться В устах Человек, который умный Который слушает Этого человека Умный еще раз Это человек Который живет Торой И находится внутри нее И воспринимает Хохму Всевышнего Он навон Он из одного слова Творца Делает выводы Относительно Других вещей Который хочет Творец В этом мире Такой человек Когда видит Как с ним Разговаривает Этот глупец Он видит Его глупость Он видит Его выражение лица В данном случае Гаон В отличие от Предыдущего предложения Фактически Дополняет Мальбем И объясняет Что человек Который начинает Фантазировать И начинает Изобретать Какие-то вещи Антитора То он не может Остановиться Только в мыслях Он обязательно Их выскажет И это будет Высказано И человек Который навон Умный человек Разумный Который Пытается Постичь Тору Он увидит В высказываниях Этого человека Как глупость Которая сразу Будет бросаться в глаза Человек же Который не является Навоном Не является Мудрецом Торы Для этого человека Мудрецом я сейчас Имею ввиду Не человек Который много Торы знает Понятно что это Главное понятие Мудреца Торы Но я имею ввиду Мудрец Это тот навон Это тот человек Который пытается Найти дороги мудрости Всевышнего И не пытается Найти какие-то На них Перхот Какие-то кушьот Не пытается Выяснить Как Тора Объясняет То-то, то-то и то-то И поставить Кушьот на Тору Если у него Возникает вопрос То он хочет Понять с точки зрения Торы Как понять Такую-то и такую-то вещь Но Он не пытается Использовать Свои знания о мире И то что он видит Против Тора А пытается понять Как Тора Объясняет То что ему непонятно И это сказано Что навон Он будет искать Дат Он будет искать знания И когда он сталкивается С человеком Который наоборот Ставит трудности на Тору И пытается ее опровергнуть То он увидит Глупость этого человека Другие люди Которые не пытаются Это сделать Они могут воспринять Попытки этого человека Как какие-то Как выражение Гомо сапиенс Я знаю Как выражение Кого-то разумного Который что-то ищет Но человек Который понимает Что такое Тора И стремится к ней Он сразу же увидит Это действительно Попытки разума Понять Постичь Тору Или это попытки Глупости Объяснить Почему я не буду Выполнять митцвот Разница Будет достаточно большая И будет бросаться В глаза сразу Это Пшат 14-го предложения Теперь попытаемся Двинуться дальше И попытаемся Следующее предложение Тоже Разобрать Это предложение Довольно По-моему Известное Оно цитируется Может быть оно Известно мне Потому что оно Часто цитируется Геморрой В нескольких местах А может быть Оно действительно Известно Все дни У Богого Дурны А у кого Сердце весело Того всегда Пер Жуткий перевод Который дал Переводчик Попытаемся Все-таки Это сделать На нормальном языке Хотя на самом деле Он перевел Не дословно Но Шлома Мелла Говорит так Коль емэй Они Раим Все дни бедняка Плохие Вэтоф лев Миште тамид А человек добрый У которого Хорошее сердце Он будет пить Постоянно Пить имеется Ввиду алкоголь Это дословный перевод Он вероятно Хотел смягчить Потому что Звучит немножко Странно Но тем не менее У кого сердце весело У того всегда Пир он написал Пир Это действительно Можно так перевести Но здесь написано Миште тамид У него постоянная Выпивка Дословный перевод Но Миште и пир Тоже можно перевести Посмотрим Как объясняет Мальбин Но здесь мне больше Интересен Гаон В данном случае Коль емэй Не раим Все дни бедняка Плохие Объясняется Что пне ксилим Ираэ и влат Что лицо Глупцов Их глупость Будет нарисована На этом лице Мальбин идет По своей точке зрения Объясняет Что речь идет о том Что изображено На лице человека И глупость Будет изображена У него на лице В игуме супак И он все время Находится в сомнении Из того Что он видит перед собой И он все время Задает вопросы Вот мы видели И так далее И человек У которого Все дни Находятся Вот в таком состоянии Дни его бедности Они плохие То есть Они Это человек Который Митане Бипнейши Шоме Лахаке Гатора Оба кользу Ямай Раим Тами То есть Он все время Нарушает Тора Но он слышит Эти законы Торы И каждый раз Когда он придумывает Способ и причину По которой он может Их нарушить То в этой ситуации Его дни Становятся плохими Потому что Он постоянно Находится в такой борьбе Он понимает Что он делает Что-то не то И он постоянно Страдает из-за того Что он нарушает Человек же Который делает Постоянное миште Постоянный пир Все время Этот человек Называется Тоф Лев У него хорошее сердце Из этого доказывается Что нету Сахара Лыгалех бахохма Что нету Награды тому Которая идет В мудрости Но Сердце Человек Который разумный Он все время Стремится к знаниях И он Отвечает На все вопросы Мальбин Довольно Непонятно Это объяснил Гагро Сразу же Дает полное Объяснение Поэтому я сказал Что здесь Больше интересен Гагро Он говорит Все дни бедняка Они плохие Они раи Наши мудрецы Сказали Кто такой Ашир Кто такой Богатый человек Хасамея Бахилко Человек Который радуется Своему делу Это Перкеавод Мишнов Перкеавод Если так Кто такой Бедняк Если Богатый человек Это тот Который счастлив Это то Душа которого Она широка Что такое Широкая душа Это Человек Которому Никогда Не хватает Того Что у него есть Я не знаю По русски Так ли говорят Выражение Широкая душа Но Нефиш Рахова Который говорит Все время И в Геморе И здесь Агро Это человек Которого Сколько бы У него не было Ему всегда Не хватает Ему всегда Нужно больше У него широкая душа Он все время Требует Себе А? Бальхемда Бальхемда Бальтава Алочная душа Ну Я буду переводить Дословно Широкая душа Выколько Лалейда Алма И Ему не хватает Всего Что есть Все Полости Которые в этом мире Есть Как бы они Не были заполнены Но Ему никогда Не хватит Ему никогда Не хватит Этого Даже Свой Да Даже В своих Мечтах Даже В своем Знании Он никогда Не насытится Поэтому Все его Дни Плохие Потому что Никак Невозможно Чтобы он Достигнул Своего Желание И Восполнил То Что Хочет Его Душа Ему Всегда Мало Как мы Говорили Что Адам Эйн Адам Мэт Это Кто Это Говорит Это Говорит Не знаю Где Это Написано Это Много Раз Приводится Эйн Адам Хазаль Наши Говорят Но я не Помню Где Макор Источник Я не Помню Здесь Мне Не Приводится Эйн Адам Мэт Наши Мудрецы Говорят Что Человек Не Умирает Так Чтобы Исполнилась Половина Всех Таавод Всех Желаний Которые У него Есть Сколько Бо Он Не Заработал Чего Бы Не Было Он Никогда Не Умирает И Половина Того Что Он Хочет Находится У него В руке Я Когда На Уроках Приводил Я Не Помню На Каких История Про Александра Македонского Такая История Когда Александр Македонский Шел Воевать Так Как Рассказывает Эта Гемора Ламадинат Африка Государство Которое Называется Африка Он Пришел Государство Африка И Сделал Осаду Города Ирши Кулон Ашим Город Который Состоял Только Из Женщин И Вот Он Осадил Этот Город И Потребовал Чтобы Они Сдались Они Написали Ему письмецо Отправили Что Подумай Что ты делаешь Если мы тебя победим Тебя будут звать царь Которого победили женщины Если ты наш победишь Тебя будут звать царем Победивших женщин Оно тебе надо Александр Македонский Пишет им в ответ Что я готов снять Осаду города Вышлите продукты Для армии Они ему высылают Золотые столы На котором Золотые яблоки Золотые апельсины Золотые корзины Золотые хлеба Он им пишет в ответ Разве золото едят Они ему пишут в ответ Разве у тебя в Греции Не хватало еды Из-за этого ты пришел в Африку Поговорили После этого они расстаются Македонский снимает Осаду с этого города Забирает это золото И идет С армией дальше Они доходят до реки И армия в это время Питалась тем Что они Брали с собой Соленые рыбы Хорошо засоленные Так чтобы они не портились В пустыне И для того чтобы Их можно было Хоть как-то есть Их надо было Отмочить в воде Довольно длительное время И вот эти воблы Я не знаю как их назвать Они бросили в воду Для того чтобы они отмокли В область Сразу начали плавать Рыба ожила И стала плавать По реке Александр Македонский Говорит что Шмамина Значит что эта река Выходит из Ганедана И идет К началу этой реки Чтобы войти в Ганедан Он доходит до Ганедана До ворот Ганедана И пытается войти Но ворота не открывается Он пытается протаранить Постучать Еще что-то Ворота не открывается Он использует Какие-то таранные орудия Появляется надпись Зе шарлы ашем Цадиким и вообо Это ворота Всевышнего Туда войдут праведники То есть праведники Это имеется ввиду не ты А кто-то другой Он отвечает македонский Но я Ана Малка Ана Я царь Мне тоже что-то положено Может я не могу войти туда Но что-то мне положено Ему выкидывается Через ворота Выкидывается череп Он берет этот череп И говорит Что если череп Выдан не из такого места То здесь какой-то Какой-то серьезный подарок Мне дали Он кладет этот череп На одну чашу весов А все что он награбил Золото, серебро и так далее Включая то что дали Эти амазонки Он кладет на другую чашу весов И череп Перевешивает все Что он успел награбить До того времени Пока Он дошел до этих ворот Спрашивает он Гай май Что означает Это спрашивает Всех своих советников Мудрецов Никто не может ответить Тогда он приходит К еврейским мудрецам И спрашивает Гай май Что это значит Отвечают мудрецы Что возьми песка И насыпь глазницы черепа Он берет песок Насыпает глазницы черепа И тогда золото Перевешивает этот череп Объяснение этой геморы Что македонскому Я не знаю Понял ли это македонский Но мы с вами должны понять Из этой ягоды В геморе томит Что гемора Хочет нас научить тому Что пока Есть глаза И человек что-то видит В этом мире Пока глаза не заполнены песком Пока он не умер И в него В глазницы не насыпался песок Все это время Человек всегда будет Желать чего-то И никогда не будет так Что он насытит Свое желание Сколько бы он не заработал Сколько бы у него не было Я понимаю Что Александр Македонский Был относительно богатым человеком Царем Который завивал большую часть мира К 30 годам Умер в 33 года По-моему Когда он уже После Индии Там подхватил Какой-то малярии И так далее Но тем не менее Во время своих завоеваний Он успел Очень много Захватить В том числе Золото Серебра И так далее И тем не менее Ему показали Что все Что он захватит Никогда не будет достаточно Это то что ему впервые Сказали Амазонки Тетеньки Которые сказали Что разве у тебя не хватало Еды В Греции Разве для этого Ты сюда пришел Тут сюда шел за золотом Сколько бы ты не завоевал Тебе всегда будет не хватать золота Он не стал спорить Он забрал это золото Но потом Получил еще и череп И потом ему показали Что никогда тебе не будет достаточно Это ситуация Которая есть у любого человека Без исключения И здесь сказано Что человек который Они Человек который идет На поводу своих желаний Этот человек Независимо от того Сколько он заработает И сколько у него будет денег Ему никогда не будет хватать И этот человек Все его дни Будут раим Они будут тяжелые Плохие дни Поскольку он всегда будет ощущать Что ему чего-то не хватает Но Тов-Лев Миште-Тамид Но человек который Хороший сердцем Он будет постоянно находиться В состоянии Легкого опьянения Скажем так Перевел Миште-Тамид Будет постоянно пить Человек Которому достаточно того Что у него есть Говорит Гаон Его сердце Будет постоянно находиться В радости Подобно человеку Который выпил Немного В своем доме Что его сердце радуется Во время Когда он Шату-яин Ну На современном языке Это Немножечко в подписи Находится Когда человек Находится в состоянии Веселом состоянии От вина До того состояния Пока Он До такого состояния Что даже царь Ему ничего не означает Он Ему хорошо Он ни царя не боится Никого Ему просто Вот хорошо Человеку Бывает Вы знаете Наверное О чем идет речь Но Это Только во время Пока он находится В состоянии опьянения Но после этого Когда опьянение Выходит из него То эта радость У него уже Не остается Такой Как было раньше Что не так С человеком Который называется Тоф-лев Которому всегда Всего достаточно Он всегда Находится В состоянии Радости Симхи Легкой эйфории Как человек Который Немножко выпил То есть Ему всегда Достаточно Он всегда Счастлив Он Ашир Он Самея Быхилко Ему нету Такой вещи Которой ему Не хватает Он всегда Радостный И веселящийся И гемора Это сравнивает Не гемора А шламамеллах Это сравнивает С состоянием Такого легкого Опьянения Когда человеку Хорошо Постоянно И это Человек Который Не находится В состоянии Зависти В состоянии Аниюта Бедности Которому Всегда Чего-то Не хватает Независимо От достатка Человека Человек Бедным Называется Тот человек Который Понимает Что ему Не хватает Лымайся На самом деле Это и есть Сот Тайна Конфликта Иаков После того Как он был У Лавана Встречается С Исавом Он шлет ему Подарки Три стада Которые идут Переди него Исав Видит эти стада Встречается С Иаковым После там Еще каких-то Событий Сейчас неважно Когда он понял Что воевать С Иаковым Лучше не стоит По каким-то причинам Исав Спрашивает Иакова Что это за стада Которые я встретил Отвечает Иаков Это подарки Которые я тебе послал Чтобы найти милость В твоих глазах Говорит Исав Зачем Ты мне их шлешь Ешли Раф У меня есть много Отвечает Иаков Нет Возьми Потому что Ешли Коль Возьми Потому что У меня есть все Это разница В диалоге Раскрывается разница Между Исавом И Иаковым Ешли Раф И Ешли Коль У меня есть много И у меня есть все Человек Который говорит Исав Который говорит У меня есть много Он понимает Что у него есть много Но он также понимает Что этого много Ему не достаточно И говорит, что дни бедняка на земле, они всегда находятся в состоянии рай, ему всегда плохо. Но дни человека, который Тов Лев, которому всегда хватает, Исава был сильно богаче Якова в этот момент. Но это не имело никого значения, потому что Якова было все, а у Исава было много. Так вот, здесь говорится о том, что человек, который бедный человек, он будет всегда нуждаться. Но человек, который богатый, он находится в состоянии Тов Лев. Он богатый, потому что его сердце всегда хорошо. Он миште томит, он будет все время находиться в состоянии миште. Теперь обратите внимание, что последние три предложения, они все говорят про сердце. Сердце, которое переводится на русском немножко по-разному, но первое предложение говорит – сердце радостное, потом сердце разумное, а потом сердце хорошее. Тот, у кого хорошее сердце, он постоянно пьет. Таким образом, нам надо увидеть, я сейчас иду только по Агро, у Альбома будет другое объяснение, но только по Агро. Агро говорит, что сердце радостное, сердце разумное и сердце хорошее – это три проявления, которые человек должен достигнуть, чтобы посредством своей хохмы, бины и даата прийти к состоянию, когда сердце ощущает, к ощущению, что у него есть все, ему больше ничего не нужно, и Всевышний дал все, что необходимо для службы Всевышнего в этом мире. После того, как человек доходит до этого состояния, состояния понимания, что ешь ли коль, что у меня есть все, вот этот человек, он будет находиться в состоянии миштетамид. Понятно, что это эйфория, я не хочу обвинить, не подумайте, что Яков Авинов постоянно находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, не это имел в виду, и не это имел в виду Шлома Мэлла. Но человек, у которого ешь коль, то он всегда будет в состоянии радости, его сердце будет всегда в состоянии радости, на лице будет изображена радость, и этот человек будет в состоянии, когда его душа стремится к службе Всевышнего, и это будет в совершенстве. Это состояние, до которого практически дошел Яков, я говорю практически, потому что даже Яков не дошел до этого состояния на 100%. Я думаю, что есть люди, которые знают этот мидраж, что когда Яков встретился с фараоном, то фараон его спросил, сколько тебе лет, и Яков ответил, дни жизни моей столько-то лет, дни жизни моей были маленькие, не достигли для жизни Авраама и Цхака моих отцов и так далее. И Бааля Турим объясняет, что сколько лет не дожил Яков до лета Авраама, он не дожил столько лет, сколько он сказал в этом предложении, что дни моей жизни не достигли дни жизни моих отцов и так далее. То есть он мог просто сказать, не 137 лет, он начал долго-долго объяснять, сколько ему лет и так далее. Объяснил, что поскольку у него были много страданий, Юсефа украли, с Диной проблемы и так далее, то из-за этого он не дожил до этого времени. Так пишет Бааля Турим. После того, как мы посчитаем количество слов, которые сказаны в этом предложении Якова, оно не совпадет. Не совпадет с количеством лет, которые он не дожил до времени Авраама, до возраста Авраама. И объясняют мифоршим, комментаторы, что фраза фараона, сколько тебе лет, тоже засчитывается в наказании Якова. Поскольку Яков выглядел таким образом, что сразу было видно, что он старенький, то за это он тоже был наказан тем, что его жизнь была сокращена. Потому что Яков воспринял свою жизнь, часть своей жизни, как страдания. Причем надо понять, что это действительно были страдания. Он думал, что его сын 21 год, он думал, что его сын убит, растерзан львом. 21 год он находился, Юсеф находился в Галуте, Яков страдал по этому поводу. У него не было рога, кодыша, у него не было пророчества. Дина, которая была взята шхемом, война. Рахель из-за этой войны фактически умирает. Он лишается любимой жены и так далее, и так далее. То есть, Яков действительно достаточно сильно страдал в своей жизни. Но Яков, Амин, его твия Всевышнего, претензия к Якову со стороны Всевышнего, что тем не менее, Яков, который понимал, что ешь ли коль, что у меня есть все, и все, что дает Всевышний, он дает для службы Всевышнего, и тот максимум, который ему нужен для службы Творца, ему дан в идеальном размере, настроение Якова на это, на сердце Якова, никак не должно было отразиться это его страдание. Он должен был понимать, что это счастье, вода Даршем, и никак не отразилось бы это на лице. И то, что это отразилось на лице, за это Яков был наказан тем, что он не дожил до лета Враама, как пишет комментарий Бааля Турим. То есть, даже на Якова есть такая претензия. Тем не менее, Шламу Амеллах, поскольку понятно, что нам не дотянуться до уровня Якова, и я даже не знаю, надо ли пытаться это сделать, как бы понятно, где мы и где Яков, но тем не менее, Шламу Амеллах показывает нам горизонты, каким образом человек должен жить и как ощущать, и вот это то, что должно в нас войти хотя бы на каком-то уровне, когда все, что происходит в мире, человек должен понимать, «Коль давит рахмон и латаавит, все, что сделал Всевышний, он сделал для добра, ешь ли коль, у меня есть все, они, бедняк, он постоянно находится в состоянии страданий все его дни, а человек, который, тоф лев, у которого сердце хорошо, он постоянно находится, как будто бы во время пира». Это заключение вот этих трех суким, которые говорят про сердце. Понятно, что мы сейчас изучили с вами Мишлей не на уровне Пшата, на уровне того, как объясняет Гаон Мивильна в основном, но есть Пшата Пашут этого пасука, и Гемора приводит объяснение Пшат Пашут, простого Пшата этого пасука, который говорит, что речь здесь идет о том, что человек, который бедняк, ему таки плохо, он голодный, ест не весь что, у него немножко побаливает живот, из-за того, что он ест непонятно что, и он бы с удовольствием там еще хряпнул бы что-нибудь покушать и так далее. Но Гемора спрашивает, «Но ведь даже у бедняка, у которого совсем плохо с едой, у него есть шабаты и емтовы, которые он выделяет, и у него есть хорошая еда в это время». Отвечает Гемора, «Шинуй вэсат хилат махала». Изменение стандартных вещей – это начало болезни. Поэтому, когда у него меняется еда, он в шабаты ест что-то вкусное, хорошее и так далее, богатую пищу, то это вызывает у него дополнительные боли в кишечнике. И поэтому, даже, несмотря на то, что шабаты он выделяет, тем не менее, он правильно делает, получает награду за он их шабос, но тем не менее, это вызывает боль живота, и он находится в состоянии того, что все его дни раим, включая шабаты и емтовы. А тофлев иштетамид, человек, который находится в гармонии с окружающей средой, он иштетамид. Я как-то уже говорил о том, что есть некий махлоки с решоним, даже не знаю, решоним ли, Раша и Медрашмуэля, и Маарша, Раша и Маарша – это, как бы, махлоки с решона, Раша с охроним, Медрашмуэля и Маарша – это такой редкий махлокис, но, тем не менее, он существует. Есть гемора, которая в трактате Бавамицы, есть гемора, очень известная гемора, которая говорит, что хлеб и вода с утра спасают от 83 или 86 болезней. И гемора говорит, что падше харид вы маем, кетон маем. И Раша там объясняет, что хлеб и вода, если у него нету вина, говорит Раша, и мейн лояин. А если есть вино, то это еще лучше. И гемора, которая говорит, что человек, Мишна, в трактате Перкеавод, в шестом перике есть Мишна, которая говорит, что человек должен питаться водой и хлебом и постоянно учить Тору, не жаловясь на свою судьбу, постоянно сидеть и учить Тору. И есть махлокис. Первое мнение говорит, Раша говорит, что этот совет дается бедняку. Богатому человеку не надо есть воду и хлеб. Пусть ест то, чего у него хватает на что. Красную икру с марципановой сметаной, не знаю точно, что это такое. Пусть ест самые изысканные блюда, но продолжает учить Тору. А Мишна обращается к бедняку. Не говори, что поскольку мне нечего есть, то поэтому я не буду учить Тору. Нет. Питайся водой и хлебом, но Тору продолжай учить. Это Шитараши. Медраш Шмуэль и то же самое Маарша в геморе Бавамеце говорят, что ничего подобного. Мишна обращается, и гемора Бавамеце обращается к богатому человеку. К богатому человеку, который, тем не менее, должен питаться хлебом и водой, а не виноми марципанами. Но продолжать учить Тору, потому что именно вот такое вот истапкут, немножечко уменьшение своих потребностей, это приводит к тому, что Тора войдет в человека. Тосос считает так же, как Маарша и Медраш Шмуэль против Раши. Когда в геморе Ксубас давку вдалит. Гемора рассказывает о том, как умирал Рабиевуда Анаси. И когда он умирал, он поднял свои руки и сказал, что вот 10 пальцев, которые у меня есть, я могу даже клятву дать, что ни один из этих пальцев ни разу в жизни не получил удовольствие от этого мира. Это Рабиевуда Анаси, который был безумно богатым человеком, в то время, наверное, самым богатым человеком в Амисраиле, на столе которого зимой, летом, в любое время были любые фрукты, овощи и так далее. Сегодня у нас есть тепличные овощи, фрукты, но тогда их не было. И это показывает о невероятной богатстве Рабиевуда Анаси. И тем не менее, несмотря на свое огромное богатство, он мог поклясться, что ни один из его органов тела, включая мизинец, ни один из его пальцев, не получил ганон, не получил удовольствия от этого мира. И Гемора там приводит, Тосфос приводит Медраж, который говорит, Гагро очень любит привозить в нескольких местах, где он невильно приводит этот Медраж, он идет по шите Тосфос и по шите Марши Марши против Раши, что когда человек молится, чтобы он стал лучше воспринимать Тору, чтобы он был в состоянии лучше учить Тору, то говорит Гаон Мивильна, Тосфос говорят, что есть Медраж, который говорит, до того, как ты будешь учиться, чтобы Тора вошла в тебя, помолись, чтобы у тебя не вошло еда, питье и всякие удовольствия материального мира, поскольку они мешают проникновению Тора внутрь тебя. По этой же шите идет Гаон Мивильна, поэтому он комментирует этот посуд не так, как Мальбин. Он объясняет, что дни бедняка находятся в бедности. Кто такой бедняк? Тот, которому не хватает. Не тот, который реально беден. У него маленький оклад жалований выплачивает крайне нерегулярно и не хватает. А речь идет о том человеке, у которого достаточно всего. И тем не менее, этому человеку не хватает, потому что, а мне всегда чего-то не хватает. Но кто такой Ашир, Самея Бехелко, и это не обязательно человек, у которого высокие доходы. Это человек, который понимает, что все, что нужно для службы Всевышнего, у него есть. И это шита Гагро, и он продолжает идти по ней. Мы как-то обсуждали уже этот махлоки с решением. Не помню, приводил ли я до Атосвас, но тем не менее, Гагро, вода идет по Атосвас, Негит Раше, также идет Маарша, также идет Медрашмуэль, и в общем, также идет Рамбом. Я сейчас не помню, в каком месте, я тогда вам приводил этого Рамбома, он прямо по практическим и по Раше это пишет. Таким образом, насколько я себя понимаю, Раше это да, от Йохит, это точка зрения единственная. В основном все на него халки, может быть, не все, я не возьму сейчас всех решением привести, но большая часть решением и охроним, с которыми я знаком, спорят с Раше. Но тем не менее, за Раше есть Гемора, которая говорит, что широкая квартира, большая квартира, хороший Экилим, красивая жена, это Марвиях да Атошель Банадам, это помогает человеку учить Тору. Поэтому Махлокис остается Махлокисом, вот, и поэтому получается два пшата, которые мы прошли в этом пасуке. Думаю, что мы можем смело браться за следующий. Предложение Тед Зайн, то есть 17, нет, 16 предложение этой же главы, говорит, «Лучше немногое при страхе перед Господем, чем большое сокровище и при нем тревога». Мальвим, да, я обещал, что я буду на иврисе тоже читать, «Тов мят бейрат гашем мео церрав у мигмабо». Перевод более или менее хороший, поэтому я не буду стараться лучше перевести. Говорит Мальвим, что лучше немного со страхом перед Всевышним, немногое, про которое можно сказать, что для другого бедняка, который этим занимается, для него лучше немного, но со страхом перед Творцом, то есть он достигает посредством немногого, он достигает целостности. И это «Тов», и это лучше, чем тот, у кого есть огромный склад, после того, как находится в нем тревога, потому что он находится в тревоге своей души, и у него не хватает духовного богатства. И об этом он сейчас следующее предложение объясняет предыдущее, говорит Мальвим. То есть человек, который беден, Мальвим возвращается фактически к шите Гаона, после того, как он обсуждал прошлое предложение, и говорит, что после того, как даже человек, у которого лучше, чтобы у него было немного, но страх перед Всевышним, чем человек, у которого были полные склады и полные сокровищницы, но при этом у него будет состояние его души в тревоге, и плохо ему будет. Почему? Следующее предложение объясняет, что имеется в виду. Лучше трапеза из зелени, и при ней любовь, чем откормленный бык, и при нем ненависть. Что имеется в виду, говорит Мальвим, что лучше трапеза из зелени, с любовью, чем огромный бык, откормленный, но ненависть. Мы видели, что человеку становится хорошо маленькая трапеза, если там находится, внутри этой трапезы находится любовь. Что любовь, она услащает даже зелень, которую человек ест, но ненависть, она делает горьким. Даже какую-то такую, вот очень хорошую еду, почему-то еда, бык назывался у них всегда такой, самой лучшей едой, которую можно себе представить, откормленный бык. И нету большего удовольствия внешнего и онэга, и удовольствия, которое кажется основным. Но на самом деле главное это внутренняя минуха, внутренний отдых, и любовь, и уверенность с Всевышним, потому что в таком случае душа будет получать наслаждение. Понятно, что тело получит большее наслаждение от шикарной трапезы, где будет бык, пирожные, торты, мороженое, и не знаю, что еще, чем от того, что он поест немножечко огурцов. Но, тем не менее, если внутри находится спокойствие душевное, то любая самая маленькая трапеза, самая бедная трапеза, она становится значительно более угодной человеку и приятной. Говорит Гаон, что лучше немного, то есть, немного, которое добавится к человеку в страхе перед Творцом, и это лучше, чем огромные сокровищницы, которые он может собрать, но при этом у него будет куча обманов и гзелот. Он, Гаон, в отличие от Мальбима и русского переводчика, не переводит слово «миума» как слово «тревога», он переводит как слово «воровство» и «обман». Имеется в виду, что для того, чтобы идти по пути изучения Торы Всевышнего, который является Тмима, что иногда человек учит очень-очень много, но многие вещи, которые он учит, он учит ради кого-то, ради того, чтобы его уважали, и за Гаевы, и за того, чтобы ликантер, для того, чтобы найти какие-то кушьот на Тора, поставить трудности на Тора и подобного этого. И в такой ситуации получается, что ров множества из того, что он выучил, называется очень маленьким, то есть значительно лучше то немногое, что он выучит в боязни Всевышнего. И это немногое, оно будет более важное, чем целое огромное собрание Торы, которое находится в состоянии мигумы, в состоянии воровства, в состоянии обмана, в состоянии не Торы, который выучен ради Торы. То есть Гаон переводит стрелки этого пасука на многое и немного из материального благосостояния в духовное, что человек, который учится и учится ради кого-то, ради уважения, ради зарплаты, ради гаевы, этот человек, многое, которое он выучил, это намного меньше, чем тот, кто выучил Лошем Шамай, во имя небес. На самом деле, он даже не говорит во имя небес. Это отдельная статья, что такое во имя небес, чем человек, который выучил это в страхе перед Всевышним и выучил просто, чтобы знать Тору. Теперь он продолжает и говорит, лучше овощная трапеза с любовью, чем откормленный шор, откормленный бык с ненавистью. Аруха, аруха, трапеза, это питание человека, как сказано, арухот, арухот, томит, что трапеза должна быть постоянной. Об этом сказано, что лучше человеку, чтобы у него была еда только столько, сколько ему нужно, но не больше, и даже теми занод, и даже столько, сколько ему нужно, пут будет какие-нибудь дешевые еракот, дешевые овощи, но при этом у него будет Ахавад Гошем, у него будет любовь ко Всевышнему. И то же самое в Торе, он опять переходит к Торе и говорит, что человек, который учит из любви ко Всевышнему, это то немногое, что он выучил любви к Творцу, это лучше, чем он будет, как откормленный бык, но у него будет ненависть к Торе, нелюбовь, ненависть к Торе, то есть человек, которого заставили учиться, или он сам себя заставил, например, заставил для того, чтобы заработок получить, уважение получить, Гаева доказать всем, что он, а что же мы, и мы не хуже многих, мы тоже можем много выпивать, Тора, этого человека, который учился не из любви к Творцу, а из-за каких-то вот этих качеств, это Тора много ниже, чем то немногое, что он мог выучить, но страхи и любви перед Всевышним, Гаон объединяет эти два пасука, так же, как Мальбин, собственно, объединяет их не в направлении питания, а в направлении духовного питания, то есть Тора, у человека есть два вида питания, я думал об этом рассказать, но боюсь, что мне придется к этому, если хватит сил, вернуться в следующий раз, у человека есть два вида питания, питание духовное, питание материальное, материальное питание, это еда, духовное питание, это Тора, и обратный эффект молитвы, кинегет этого, в соответствии с этим, у человека есть два цинора, две трубы, которые соединяют внутренний человека, то, что находится у него вот здесь, вот в животе, с тем, что находится у него во рту, это кона, дыхательное горло, и вешет, пищевое горло, эти два, две части человека, они имеют принципиально разные функции, которые очень похожи внешне, поэтому они находятся рядом, и вот эти два соединения, которые происходят через рот с окружающей средой, это соединения, которые связаны с духовной пищей, это кона, душа человека, его коах дебура, его умение разговаривать, когда он может говорить слова Торы, слова Торы должны быть высказаны, вместе с дыханием, которым дышит человек, они должны быть высказаны, и едой, которая есть человек, которая тоже должна быть пройдена через рот и вешет, и дойти до живота, но дойти таким образом, что она должна пройти определенный махалах, определенный путь через горло, и этот путь, он является очень важным, он должен был сделан для того, чтобы получить энергию, для того, чтобы кона начало работать, для того, чтобы началось изучение Торы, исполнение митцво, если человек есть не с этой целью, то это проблема, Гаон здесь сравнивает эти две вещи, я думаю, что поскольку я не успеваю, я немножечко коснусь этого в следующий раз, и в следующий раз бы из Радошема начнет двигаться дальше, но я хотел остановиться немножко на кона и вешетах в следующий раз, и обсудить одну вещь, а может быть, я ее не буду обсуждать, я решу позже, связанную с 13 принципами, с 13 принципами милосердия Всевышнего, шлоши с Рамидо Трахами, которые связаны с тем, о чем я сейчас говорю, если у нас в следующий раз останутся на этой силе, то надо будет обсудить, потому что приближается слиход, и слиход, главная часть слиход, те, кто их читают, должны знать, что это шлоши с Рамидо Трахами Всевышнего, которые раскрываются, и они связаны с этим понятием коной вешет, и об этом, если у меня хватит на это сил сформулировать как-то, я сейчас не готов к этому, то мы сделаем это в следующий раз, а сейчас, до новых встреч, всего доброго!